Добрый вечер, в Украине 20.00, в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Добрый вечер, в Украине 20.00, в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Добрый вечер, в Украине 20.00, в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Радости, что вышел, Алексей Момат не скрывает. Сразу заявляет, возвращается в свой рабочий кабинет, где, собственно, СБУ и взяла его по подозрению в вымогательстве миллиона евро. Но Момата на рабочем месте мы не застали. Секретарь говорит, сегодня его не видела. Еще не было. Еще не было. А Майя планует? Планует. Мы на 6 в 1 будет вечер, она собирается. А где он сейчас? Знаете, находится? Ну, будь в доме. Повинен быть после такого четырех дней стресса. Но городской голова на работу так и не пришел, но пожаловал на народное вече. Послушать Момата собрались десятки людей. Это не победа. Я не буду сейчас сказать таких слов. Это только начало. Но благодаря вам я стою тут, живый, здоровый. Все доброе. Почему городоначальника после скандала так и не отстранили от должности? Вот как это объясняет в прокуратуре Киевской области. А вот в национальном антикоррупционном бюро настаивают это громкое дело в их компетенции. Глава ведомства Артем Сытник так прокомментировал ситуацию. Генеральная прокуратура Украины в очередной раз нарушила закон и начала расследование дела, которое подследственно национальному антикоррупционному бюро Украины. Мы неоднократно указывали на недопустимость таких случаев, но, к сожалению, ГПУ к нам не прислушивается. А пока два ведомства решают, кому расследовать это дело Алексей Момот на свободе, без электронного браслета. Не попытается ли он скрыться? Как выяснилось, мэр уже нарушал закон. У него было две судимости за кражу со взломом. Вот документы, подтверждающие криминальный шлейф Момота. Но почему-то от избирателей эту информацию он утаил. Вот что он говорит сейчас. Если тут есть безгречные люди, если преступник, который был совершен, когда я был неповнолетним, поставил на меня хрест, я бы попросил судить меня по тех... Я местный глава, первое за все. К слову, баллотировался в мэры Момот от партии «Воля». Ее основатели нынче нардепы Юрий Деревянко, Егор Соболев и Виктория Сюмар. Нардеп от Народного фронта уже успела откреститься от скандального градоначальника, а Соболев на наши звонки не отвечает. Миллион евро – пожалуй, самая крупная взятка в истории Украины. На прошлой неделе эта новость взбудоражила всю страну. СБУ, кроме Момота, задержала еще четверых его соучастников при попытке положить на счет в отделении банка первую часть взятки – 200 тысяч евро. Еще одного подельника взяли в ресторане на Горячем. Ему представитель застройщика передавал документы на право владения помещениями, площадь которых почти 3000 квадратных метров. Всем фигурантам этого громкого дела грозит до 10 лет тюрьмы. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер. Рассмотрение еще одного громкого дела, бриллиантового, снова перенесли. Голосейский райсуд столицы объявил перерыв в заседании по делу прокуроров Шапакина и Корнейцан. Напомню, их обвиняют во взяточничестве в особо крупных размерах. После короткого совещания судьи решили 10 мая допросить свидетелей. Вызвали четверых со стороны обвинения, в том числе и нардепа от Народного фронта Вячеслава Константиновского. По словам прокурора, депутат сам обратился с соответствующим обращением в ГПУ. В связи с тем, что 60 свидетельств нашего, нашей стороны, стороны обвинения, материалов 23 тома, в зависимости от того, как суд будет щельно призначать розгляд данной справы, возможно, півроку, рік. Для того, чтобы дойти до того, чтобы, возможно, уже принимать решение самим судом. У стен Верховной Рады голодный бунт. Утром несколько сотен сотрудников научных учреждений перекрыли движение по улице Грушевского. Ученые требуют финансирования. В бюджете на этот год средства на науку урезали почти с 2% ВВП до мизерных 0,2%. В результате ученые без зарплат, многих отправляют в отпуск за свой счет, а научные программы приостанавливают. К пикинчикам вышли спикер, депутаты и профильный министр. По словам главы парламента Андрея Порубия, им удалось найти общий язык. Проблемы ученых чиновники пообещали решить в кратчайшие сроки, вот только когда конкретно не уточнили. Мы делили прокурора генерального. Не успел парламент выдохнуть после назначения нового правительства, как рада снова делит кресло. Говорят, что назначать теперь будут по-новому, обсуждают не только главного кандидата, но и его замов. За кадровыми торгами в куларах парламента наблюдала Екатерина Лысенко. Не изменяет традициям своего предшественника новый спикер начинает утро с заявлений. Первым делом на повестке дня крымский вопрос Порубий просит мир отреагировать на запрет России Меджелиса. Порубия в зале поддерживают, но плавно главы фракции переходят к выступлениям и своим требованиям. Мы считаем, что пришел час створить потужную тимчасовую следственную комиссию, чтобы проверить все коррупционные оборудования предшественного уряда за два года его работы в всех государственных корпорациях, а кроме того, в всех министерствах. В Украине совсем отсутен контроль влады. За последние два года это произвело до экономической катастрофы, потому что влада не подзвитна и не подконтрольна. Уряд пришел не с гоньбою, а с деятельностью и частина депутатов за работу. Если оппозиция не отримает важный контроль, то с новым урядом ситуация будет еще более катастрофичной. Но в той же коалиции нет закона об оппозиции и уж тем более нет разбирательств по делам бывшего премьера. Большинству предлагают перевернуть страницу и дальше заниматься кадрами. Фамилию Луценко уже не первый день обсуждают в качестве потенциального генпрокурора. Но для этого парламенту, как минимум, нужно принять закон, убрав строку об обязательном стаже работы именно в прокуратуре, заменим на опыт работы в правоохранительных органах. В зале на такие инициативы уже негодование. Генпрокурор не має бути ничьим другом, ні президента, ні парламенту, жодного політика. Мы еще рік тому разработали законопроект про то, чтобы нового генерального прокурора и всех наступных выбирали за открытым конкурсом. Незалежная комиссия из экспертов. Розглядают кандидатуру Юрия Луценко. Так, профессиональный человек, демократ, проевропейский, безусловно. А чи можно его назвать неполітизованным прокурором? Чи заступники, в которых вымагает Народный фронт, чтобы дать оголосы за так называемой своей квотой? В Народном фронте признаются, хотят в прокуратуру в качестве замов. И поговоривают, уже и кандидатов подбирают из своего же списка депутатов. Если наши партнеры с блоком Петра Порошенко уже взяли курс на политические призначения, то очевидно, что мы будем зацикавлены в том, чтобы политические балансы и в системе прокуратуры зберегались. На той же позиции и блок Порошенко. Но пока в кулуарах только примеряли должности за нового генпрокурора, как и за закон с критериями кандидату сегодня, не голосовали. И пока того же Луценко в кулуарах усаживали в кресло прокурорское, в зале его, как главу фракции, призывали усадить в кресло своих депутатов. Юрий Витальевич, Луценко, Юрий Витальевич, я прошу депутатов организовать для голосования. С голосованием в парламенте уже привычная картина – нехватка голосов. Хотя сегодня день посвятили социальным законам, по которым споров особых и не было. Но из-за них кнопки нажимались с нескольких попыток, а экономические законопроекты в зал и вовсе вносить не стали. Мы требуем, чтобы в то есть те дни стояли законы, которые позволят изменить политику в отношении промышленности, необходимо сейчас сосредоточить внимание на создании рабочих мест, на повышении реальных заработных плат. Кроме того, мы требуем снижения до 7% НДС на социально важные продукты, такие как хлеб. Но на продуктивность завтрашнего дня надежд мало. Короткий день. Екатерина Лысенко, Ольга Рассир, Владимир Самченко, Иван Ермаков. Подробности – телеканал Интер. Прямо в эти минуты в администрации президента продолжается заседание Совета реформ. Петр Порошенко созвал всех главных чиновников страны, в том числе и Новый Кабмин. О чем они говорят, узнаем у моего коллеги Геннадия Вивденко. Он там на месте находится. Гена, здравствуй. Расскажи, на каких реформах в первую очередь настаивает президент? Здравствуйте, Наталья. Первое, что надо сказать о сегодняшней большой встрече у президента, это то, что тут есть новые лица. Очевидно, что глава государства Петр Порошенко решил обсудить с новым составом Кабмина курс, которым будет идти страна в ближайшее время. Начало заседания несколько затянулось. Ждали нового спикера Андрея Порубия, пока тот завершит заседание парламента. Вот первое, о чем говорил президент Петр Порошенко. Он считает, что в политическом кризисе поставлена точка. Стало понятно, кто и за что отвечает в процессе грядущих реформ. Первая задача новому Кабмину – завершить, наконец, дирегуляцию. Левая часть реформ на сегодняшний день сконцентрована в питаниях дирегуляции. Гильотина, которую ждала украинское общество много недель и месяцев, на жаль, так и не впала. И на сегодняшний день от нас зависит. Это не только вопрос инвестиционного климата, не только вопрос изменения условий ведения бизнеса. А это и решительные шаги, спрямованные на борьбу с коррупцией. Кроме того, обращаясь уже к присутствующим главам парламентских фракций, Петр Порошенко говорил о том, что необходимо принять 500 законов по децентрализации страны. Уже в четверг в Раде принять пакет документов для возобновления кредитования со стороны МВФ. Образно говоря, президент, как говорится, нарезал задачи чиновникам для ускорения процесса реформ. Новый премьер пообещал работать быстро. Нам нужно реформировать и освобождение, и охрану здоровья. Нам нужно провести изменения в государственной службе. Вопросы о децентрализации влады, в плане выдержания национальной экономики. У нас есть много выкликов в занятости населения. Ну и надо отметить, что Совет реформ не собирался уже 4 месяца. Напомню, предыдущее заседание 14 декабря прошлого года закончилось громким скандалом между министром ФВД Аваковым и одесским губернатором Саакашвили. Сейчас же собрание проходит в обстановке деловой и спокойной. Наталья. Спасибо, Гена. Геннадий Вивденко в заседании Совета реформ, которое в эти минуты проходит в администрации президента. В Нидерландах могут отказаться от ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Такое сообщение появилось в интернет-СМИ со ссылкой на некий европейский источник. По его информации, глава МИДа страны Берт Кундес в беседе с коллегами по Евросоюзу рассказал, что группа депутатов в голландском парламенте просит правительства не ратифицировать это соглашение. Они хотят решить этот вопрос до лета. По словам источника, министр также сообщил, что продолжит обсуждение темы в тесном контакте с европейскими коллегами и представителями украинской стороны. В нашем МИДе комментировать эту информацию отказались, пока не будет официального заявления. Ответа от нового вице-премьера по вопросам евроинтеграции Ивана Климпу Шцетнадзе мы также пока не получили. Но, как позднее стало известно, парламент Нидерландов отклонил предложение об отмене ратификации соглашения Украины и ЕС, которое инициировала социалистическая партия. Такое решение приняли в ходе голосования в главном законодательном органе страны. Свет в конце безвизового тоннеля все же виднеется. Сегодня в Страсбурге на встрече с депутатами ПАСЭ глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сделал очередное заявление о перспективе свободного въезда в Европу для украинцев. С чем связан такой оптимизм еврочиновников, расскажет София Гордиенко. В парламентской ассамблее Совета Европы Жан-Клод Юнкер за всю свою каденцию впервые. Желающих сегодня задать вопросы президенту Еврокомиссии насобиралось более чем достаточно. Чаще всего спрашивали о возможном закате Европы, кризисе доверия к Брюсселе и отношениях с Украиной. О визовом режиме, в том числе и со своей страной, интересовался представитель Армении. Все наши переговоры в последние месяцы в отношении визовой либерализации показали, что пока две страны выполняют необходимые критерии и готовы. Не без трудностей, но все же это Украина и Грузия. Мы надеемся, что в скором времени Европарламент и Совет Европы согласуют дальнейшие шаги по этому вопросу. Что касается Армении, то переговоры о визовой либерализации с ней мы не вели. Не обошлось без вопросов относительно Нидерландского референдума. Мол, каковы дальнейшие действия ЕС в отношении Украины после того, как Нидерланды сказали нет соглашения об ассоциации? Я был очень разочарован результатом, но это не является обязанностью Еврокомиссии заниматься и искать выходы. Теперь это задание нидерландского парламента. Но на все уточняющие вопросы, каким образом будет реагировать ЕС, если правительство Нидерландов отзовет свою ратификацию договора о свободной торговле, опытный политический волк Юнкер предпочел не отвечать. Мол, даст Бог день, даст Бог пищу. София Гордиенко, Василий Трешковский. Подробности, телеканал Интер. С Юнкером согласны и в Дании. Там считают, что Украина сделала достаточно для скорейшей отмены визового режима и обещают поддержку в Европарламенте и Совете ЕС. Об этом заявил премьер-министр королевства Ларс Расмусон во время встречи с президентом Порошенко в Киеве. Он подчеркнул, что его страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также готова оказывать техническую и гуманитарную помощь в реформах. Украина уже сделала очень много, чтобы выполнить свои обязательства в соответствии с критериями, установленными Еврокомиссией. Мы приветствуем решение о том, что она в конце этого месяца выдаст реальные предложения для либерализации визового режима. И там же на пресс-конференции с премьером Дании президент Украины рассказал об алгоритме действий по возвращению Надежды Савченко в Украину. Как уточнил Петр Порошенко, вчера во время телефонного разговора с Путиным удалось согласовать предварительный план. Вчера суд принес решение в сфере российских грушников Ерофеева и Александрова. И это решение суду открывает определенные возможности для задействия механизма обмена. Эта сложная работа, я думаю, что должна закончиться как наиболее возвращением Надежды домой. Принайменно я наголосил, что я готов отправить президентский летак, чтобы вместе с моими представителями, чтобы забрать Надежду домой. Отпустить Надежду Савченко на свободу в очередной раз призывает в Москву Европейский парламент. Сегодня адвокат украинской летчицы будет обсуждать ее судьбу с евродепутатами в Брюсселе. О чем планирует говорить защитник пленной и о чем саму Савченко попросил президент Украины, расскажет Данил Русаков. Спустя сутки после вынесения приговора двоим ГРУшникам Ерофееву и Александрову адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин отправился в Брюссель. Защитник запланировал выступление перед депутатами Европарламента. По его словам вопросов много. Это и санкционные списки, а также юридические перспективы освобождения. Обо всем Фейгин решил рассказать евродепутатам лично. Да, я вот сейчас нахожусь в Европейском парламенте. Мы будем встречаться в рамках парламентских групп по обсуждению его вопросов с евродепутатами от различных групп. И, соответственно, это будет посвящено украинскому вопросу и в контексте, конечно, событий вокруг Кейса Савченко. Тем временем в новочеркасском СИЗО Надежда еще днем принимала поддерживающие капельницы. А уже ближе к вечеру стало известно, по просьбе президента Порошенко она согласилась прекратить голодовку. Об этом в своем твиттере написал глава государства. Все произошло во время его встречи с мамой и сестрой заложницы. Президент связался с Надеждой по телефону во время визита украинского консула в следственный изолятор Новочеркасска. Илья Новиков назвал этот разговор историческим. Это было первое общение Надежды Савченко и Петра Порошенко. Адвокат Марк Фигин сообщил, летчица уже прокомментировала приговор Ерофееву и Александрову. Она не считает процессы зеркальными. Спецназовцы ГРУ на территорию Украины были заброшены. Савченко же просто выкрали и увезли в другую страну. Накануне заложница написала обращение в Минюз с просьбой отправить ее отбывать наказание на родину в Украину. Это формальное юридическое основание, которое может освободить Надежду. О судьбе и возможном обмене пленницы на двоих осужденных ГРУшников вспоминал и официальный представитель местного МИДа Мария Захарова. Она сказала, что эти вопросы будут решаться в рамках местного законодательства. Время и сроки принятия такого окончательного, по сути, судьбоносного решения пока неизвестны. Но родственники и просто неравнодушные люди надеются уже вскоре увидеть летчицу на свободе живой и здоровой. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер. Министерство юстиции Украины готово начать процесс возвращения Савченко на родину. Об этом сегодня заявил глава Минюста Павел Петренко. По его словам, заявление украинская летчица обработали, все необходимые юридические документы собрали и теперь ждут, когда договорятся дипломаты и политики. Мы поднимем соответственные документы буквально, я думаю, протягом двух дней следующих. Сейчас мы приняли решение дать возможность дипломатам попрацовать с той стороной для того, чтобы отримать алгоритм и гарантии дотримания сроков повернения надеи на территорию Украины. Тем временем адвокат осужденного российского ГРУшника Ерофеева Оксана Соколовская, которая еще вчера уверяла, что приговор суда обязательно обжалуют, сегодня свое мнение изменила. Спецназовцы не будут подавать апелляцию и подчеркнула это совместное решение защиты осужденных. Оно может быть связано с переговорами президентов Порошенко и Путина по поводу освобождения Надежды Савченко. Главы государств вчера обсудили этот вопрос по телефону. Если украинскую летчицу все же будут менять на пленных российских военных, то апелляции по их делу могут только затянуть процесс. Досрочник, покинувший камеру по закону Савченко. Харьковский квартирный мошенник из положенных 13 лет отсидел всего лишь 4,5. Антона Подвеська осудили за десяток афер, но на самом деле пострадавших не меньше сотни. Как действовал делец и чего теперь опасаются люди, расскажет Лидия Калинина. Как можно было вынести такие решения и отпустить его на свободу? Он ни с кем не считается, понимаете? Он не считается ни с кем. У него нет ни чувства жалости, ничего, понимаете? Эти люди еще недавно пикетировали каждое судебное заседание и рассказывали свои истории журналистам. Теперь просят не показывать их лица. После того, как Антон Подвеська вышел на свободу, боятся мести. Их кредитора отпустили прямо из зала суда. История каждого пострадавшего уникальна и тем не менее похожа. Нужны были деньги, нашли выгодные условия. Антон Подвеська предлагал заем с минимальными процентами под залог квартиры. Подписывали с ним договор, а после выяснялось, что квартира продана. На пороге появлялись новые хозяева с документами и новыми замками. Меня 21 апреля 2015 года выкинули с квартиры. Просто сделали меня бомжом. Осудили Подвеська в 2012-м. Защита подала апелляцию. Все эти годы тянулись в суды. Наконец вынесли решение сократить срок заключения, а оставшийся засчитать как год за два по закону Савченко и амнистировать. В итоге 13 лет превратились в 4,5. Теперь бывшие заемщики боятся мести, а их защитники рассчитывают все же вновь отправить Подвеська за решетку. Ведь он был осужден по 10 эпизодам. А на самом деле пострадавших около сотни. Следующий этап. У нас еще 30-40 человек, которые уже дорасследуются эти дела, переданы в суд. Это будет предъявлена уже третья волна обвинений по поводу Подвеська. Правда, доказать мошеннические схемы довольно сложно. Практически все пострадавшие сами подписывали бумаги. Факта мошенничества они не могут найти. Я на это все пошла, я согласилась, я встретилась с мошенником, я с ним за руку поздоровалась, значит ясно, все согласилось, все. Именно на этом и настаивает защита Подвеська. Свою вину тут не признает, и адвокаты планируют добиваться закрытия дела. Мол, состава преступления нет. Эти люди не вернули моему клиенту деньги, которые отдал же у него под залог этих квартир. Сам Антон Подвеська уже дома. Когда начнется следующее следствие, и новые суды по его делу, неизвестно. Потерпевшие предполагают, что он вполне может скрыться за границей. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер, Харьков. И еще об одном досрочнике, которого освободили по закону Савченко, ему теперь грозит пожизненное. Какое преступление совершил рецидивист в Винницкой области, мы расскажем чуть позже. Эпидемия среди военкомов. Во Львове на взятке в 600 долларов погорел военный комиссар. Подзаработать он решил на студенте, который по состоянию здоровья не может быть призван в армию. Однако окончательное решение о непригодности парня к военной службе военком решил вынести за деньги. За взяткой приехал лично на собственном автомобиле прямо к дому призывника, где его, собственно, и задержали. В военкомате майор проработал два года, а вот теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. Зона АТО. Боевики более 30 раз нарушали режим тишины на Мариупольском направлении. Под оккупированным Докучаевском противник обстреливает украинские позиции из гаубиц и минометов. Руслан Смещук подробнее из сектора М. Вот погоны плачтек. Все будут заслужены. Изрешеченная форма, посеченная шрапнелью каска, миски превратившиеся в решето. Это последствия прямого попадания минометной мины по полевой кухне на передовых позициях под оккупированным Докучаевском. Последние несколько суток тут выдались очень горячими. Мин для украинских позиций боевики не жалеют. Вчера мы до 30 насчитали, а когда было позавчера, даже не считали. Мы очень много попадали. Четыре часа, хорошо работали. Также противник активно использует гаубицы, чего уже давно не было. Такую активность боевиков военные связывают с возможной подготовкой к наступательным операциям. Впрочем, встретить есть чем, заявляют армейцы. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский и Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. 30 человек погибли и 329 ранены в результате мощного взрыва в Кабуле. В столице Афганистана смертник подорвал автомобиль рядом с американским посольством и управлением нацбезопасности. После теракта началась стрельба. Группа вооруженных людей пыталась взять штурмом одной из правительственных зданий. Перестрелка террористов с военными продолжалась полчаса. Ответственность за эту атаку взяла на себя группировка Талибан. Это первое нападение боевиков после угроз свергнуть правительство Афганистана. Опасные каникулы европейцев стращают терактами на самых популярных курортах. Какие регионы попали в список ненадежных и насколько реальна эта угроза, выясняла наш британский САПКОР Светлана Чернецкая. Южный берег Франции, солнечные пляжи Испании и оба побережья Италии. Популярные места отдыха в Европе могут оказаться под прицелом террористов. По сведениям журналистов, джихадисты ИГИЛ планируют целую серию терактов на курортах. Под видом беженцев, торгующих сувенирами и едой, они собираются летом проникнуть на пляжи. В ход пойдут автоматы, взрывчатка и пояса смертников. Предполагаемые исполнители – выходцы из Сенегала. Организовать такие атаки им будет легче всего. Африканцам, как мелким предпринимателям, без проблем выдают визы и пускают на пляжи. Только в этом году среди таких бизнесменов могут быть члены террористической организации «Боко Харам». В 2015-м она присоединилась к ИГИЛ. На данный момент довольно сложно подтвердить информацию о готовящихся атаках. О возможных нападениях сообщили журналисты газеты «Бильд», ссылаясь на источник в немецких спецслужбах. Те, в свою очередь, получили сведения от итальянских коллег, а их об опасности предупредил источник в Африке. Однако в итальянских спецслужбах отрицают подобную информацию. В общем, все довольно запутано, поэтому прямое подтверждение мы вряд ли получим. Но точно известно, что риск атак в Европе остается высоким. Сегодня в Бельгии выступили с заявлением о возможном прибытии в Европу сторонников ИГИЛ, готовых устраивать теракты. Угроза терактов остается на уровне 3 по шкале из 4. Это значит, что риск нападения возможен и вероятен. Между спецслужбами и полицейскими циркулирует очень много информации о феномене иностранных боевиков. Обеспокоены и в европейской полиции. Глава Европола Роб Уэнрайт предупреждает. На воле до сих пор разгуливают некоторые организаторы парижских и брюссельских атак. И вероятность новых терактов очень высока. В зоне повышенного риска также Великобритания, Германия, Испания, Турция, Египет и Тунис. В Тунисе в прошлом году уже столкнулись с кровавой атакой джихадистов на курорте. Тогда от пуль исламских фанатиков погибли 38 туристов. Большинство из них были британцами. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности британское бюро телеканала Интер. Слово не воробей, комментарии в фейсбуке тем более. За что в Германии судят основателя движения европейские патриоты против исламизации Старого Света Луца Бахмана? И какие новые провокационные заявления правых популистов обсуждает вся страна? Подробнее Татьяна Лагунова. Она в Берлине. У здания суда десятки сторонников Луца Бахмана и почти столько же его противников. Сам подсудимый и ближайшие соратники на первое заседание приходят в огромных черных очках. Аксессуар должен продемонстрировать в Германии цензура. И судят основателя движения Пегида незаслуженно. Обвинение другая точка зрения. Прокуратура Дрездена предъявила обвинение в разжигании межнациональной розни. Мы обвиняем подсудимого в том, что он размещал в социальных сетях оскорбительные комментарии в адрес беженцев и людей, которые просят убежища. Комментарии, о которых идет речь, Бахман оставил в сети Facebook почти два года назад. В них он называл беженцев и иностранцев вообще с котом и мешками с грязью. А вдобавок еще и сфотографировался в образе Адольфа Гитлера. Тогда разгорелся настолько громкий скандал, что основателю движения Пегида пришлось уйти в отставку. Я вынужден уйти, потому что всплыло мое старое фото с усиками. Еще скриншоты комментариев, которые обработали и сократили. Где я употребил слова, которые уверен использует каждый. Поэтому все эти бессмысленные расследования по подозрению в разжигании межнациональной розни закончатся ничем. Но это как раз вопрос спорный. Если Бахмана признают виновным, он может оказаться за решеткой. И провести там от трех месяцев до пяти лет. Идеолога судят, но дело его живет. Движение Пегида «Европейские патриоты против исламизации Старого Света» набирает в Германии все большую популярность. Как в прочем и партии, которые выступают против приема беженцев. Например, альтернатива для Германии. Альтернативщики уже прошли в парламенты нескольких немецких земель. И вероятнее всего на следующих федеральных выборах легко попадут в Бундестаг. Представители партии призывают ограничить прием беженцев и делают более чем провокационное заявление. Одно из последних – ислам, политическая идеология, несовместимая с немецкой конституцией. Эти слова вызвали такой шквал критики, что вмешаться пришлось Ангеле Меркель. Конституция Германии гарантирует свободу вероисповедания. И это касается также мусульман, которые живут в нашей стране. Как показывает практика, большинство мусульман следует своей религии в рамках основного закона. Оппозиция была намного резче заявила. С конституцией несовместимы как раз подобные высказывания. А представители Совета мусульман Германии вообще сравнили альтернативу для Германии с нацистской партией. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности – немецкое. Бюро телеканала «Интер». Отпущенцы. За что освобожденному по закону Савченко жителю Винницкой области грозит пожизненно? И сколько подобных ему уголовников досрочно вышли из тюрьмы? Об этом чуть позже. Оставайтесь с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ Щедрость с барского плеча. Арсений Яценюк перед уходом в отставку повысил зарплаты чиновникам. С 1 мая купюр в кошельках госслужащих станет в два раза больше. Наши корреспонденты узнавали, из чьего кармана достанут эти деньги. Политика затянуть пояса потуже перед крушением сменилась на милость. Правительство Яценюка на пассажок повысило зарплаты чиновникам. Постановление об увеличении оклада на сайте Кабмина появилось вчера. Приняли его еще 6 апреля. Оно идет с привязкой к закону о госслужбе. В документе приведена схема начисления зарплат. Правда, для каждого города и райцентра она своя. Вознаграждение специалиста, к примеру, варьируется от 1723 гривен до 3500. Губернатора от 8,5 до 12. Плюс надбавки за ранги от 200 до 1000 гривен. В общем, ставки повысят в два раза. Сегодня у нас что начальник, что специалист, они имели заработную плату на одном уровне. Но вступление в силу нового закона приведет к градации, к разделению уровня заработных плат. Такими действиями, конечно, премьер-министров увеличил витрати бюджету. Чому это произошло? Ну, конечно, из политических мотивов. Адже наши чиновники – это очень мощный электорат, как его называют. Их, за моими подрахунками, выборцев среди тех, кто працюет на державную машину и членов их семей – это где-то 2-2,5 миллиона человек. То есть, очень мощный клан. Уже на наступные выборы пан Ясенюк готовит себе электоральную платформу. По карману ли Минфину такое внеплановое повышение зарплат чиновникам? Ответ ведомства мы пока не получили. А вот эксперты уверены – министерство компенсирует расходы за счет девальвации инфляции. С 1 мая вырастут доходы, если это можно так назвать, и у пенсионеров всего-то на несколько десятков гривен. Для неработающих пенсионеров и прожиточный минимум. На работающих пенсионеров правительство Ясенюка не раскошелилось вовсе. Наш бюджет – это величезный миф. На самом деле, чиновники Министерства финансов могут растягивать его, скорочивать, перекидывать деньги с одной статьи на другую. Это занимает несколько минут. Отложить повышение окладов чиновникам уже намерены несколько депутатов. В парламенте они зарегистрировали соответствующее постановление. Вот только успеют ли принять документ до 1 мая. Вот что говорят нардепы, которые за повышение зарплаты чиновникам. Под вопросом 600 миллионов евро, которые нам должны дать на эту структурную реформу и на доплату государственным службовцам уже с следующего года. Повышение окладов произойдет пока только для некоторых категорий чиновников, говорятся авторы закона о госслужбе. Существенное всем ожидают в следующем году. Низшего ранга госслужащий будет получать 2 минимальные заработные платы, высшего в 7 раз больше. Но эксперты полагают, зарплаты чиновников должны расти пропорционально росту минималки. Елена Митясова, Ольга Рыцарь, Сергей Бордюжа. Подробности телеканал Интер. Закарпатский губернатор назвал имена подозреваемых в похищении водителя Блаблакара из Львова. О ком, говорит Геннадий Москаль, узнаем от Марины Коваль. Информация от закарпатского губернатора появилась на его официальном сайте. Геннадий Москаль называет имена бойцов правого сектора, которых разыскивает милиция. Их клички даже откуда они родом. В пресс-службе Москаля подтверждают информацию. Вони входили в збройное формование, которое прямо причетно до стрелянини в Мукачеве минулого года. Правый сектор батальон Сонечко. Один из них виявился гражданином России, его звали Луик Кингисеп. И позивный Лука А. Другий родственник Черновецької и житель Черновецької области Дмитро Голуб. Позывный ТОВ через камеры видеоспостережения, которые зафиксировали выкраденного Познякова и с ними двумя. То есть следственными действиями установлено, что они до этого причетны. Сейчас они их расшукуют. Закарпатское отделение правого сектора Сонечко отметилось во время прошлогодней перестрелки в Мукачеве. Напомню, тогда бойцы добровольческого батальона отправились на встречу с народным депутатом поговорить о борьбе с контрабандой. Возле спорткомплекса, где была назначена встреча, началась стрельба, был убит охранник. Еще двое бойцов правого сектора погибли в перестрелке с правоохранителями. До сих пор участники конфликта не задержаны. Тогда правоохранительные органы не сделали все возможное, чтобы найти виновных и притягнуть к ответственности. Особенно Геннадий Маскаль не разговаривал прямую адресу, место находения этого громада стойки, который расшукается в милиции за стрелянный на Мукачеве 11 липня. Его в любом случае даже не пытались затримать, заарештовать и притягнуть к криминальной ответственности. В добровольческом батальоне возмущены тем, что закарпатский губернатор раскрывает информацию, имена и личные данные, которые являются тайной следствия. И заявляют, это очередная попытка дискредитировать правый сектор. Но подтвердили, среди их бойцов действительно были люди с позывными Лука и ТОВ. Мы не владеем материалами следствия и мы не можем знать, чьи эти люди в нем фигуруют, чьи не фигуруют. Лука, насколько мне известно, был в лавах правого сектора добровольческого украинского корпуса и был на Вене. И с приводом другого человека с позывным ТОВ, у нас в правде был побратим с таким позывным, но он уже где-то с пів року тому вышел из наших лав, чьим он сейчас занимается, я сказать не могу. А судьба пропавшего водителя до сих пор неизвестна. 25-летний Тарас Позняков отправился из Львова в Киев 4 апреля с двумя попутчиками, которых нашел через сервис Блаблакар. В обед должен был приехать в столицу, но с ним пропала связь. Машину Тараса Познякова нашли недавно под Киевом с разбитыми окнами и пятнами крови в салоне. Марина Ковальюри Ковалев, подробности телеканал Интер. В Янтарной Ривненской области наконец-то появилась патрульная полиция. Кто из столицы приехал на торжественную присягу, расскажет Инна Белецкая. Всего 193. Среди них 26 девушек, 22 участника боевых действий. Областной центр Янтарной области наконец получил патрульную службу. Это Андрей Лесничук, он командир первой роты. Защищал Донецкий аэропорт. Говорит, после Майдана и АТО дает государству еще один шанс. Уже сегодня 20 экипажей выйдут на первое патрулирование. Руководить ривненскими полицейскими будет патрульный с Волыни. Там его коллеги со своей работой справляются. И удивляет всю Украину громкими штрафами и задержаниями. Бывший замначальник управления защиты экономики в Ривненской области Александр Волошин. Волынским полицейским попадался уже дважды. Правда, первый протокол о хулиганстве он опротестовал в суде. Но уже через месяц устроил пьяную драку в Луцке. После таких выходок Волошин еще и аттестацию проигнорировал. Теперь после увольнения планирует восстановиться на работе через суд. Как это делают его коллеги из Ривненского УБЭПа. Только Волынский окружной суд уже вынес 4 решения в пользу уволенных аттестационными комиссиями полицейских. Я всегда это называю римашизмом. Нас критиковали во время аттестации, что мы разрушаем систему, выгоняем профессионалов и так далее. Я вас спрашиваю, вы же все здесь все видите, да? Что самое главное, иметь честных или иметь тех профессионалов, которые просто работают и обогащаются сами по себе. Для меня, как для человека, честность это самое главное. Из Ривной хати Адиканаидзе отправилась на Полесь и хочет посмотреть, как работает оперативный штаб по борьбе с нелегальной добычей янтаря и посетить клондайки. Журналистов с собой не звала. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривная. ДТП с глубокими соболезнованиями. В одном из районов столицы полицейский автомобиль сбил женщину. На официальном сайте патрульной службы тут же разместили отчет. Пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте, а полицейские двигались с включенной сиреной и маячками. Но после этого в сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором ПДД грубо нарушают сами правоохранители, поворачивающие в запрещенном направлении и без сигналов. При этом женщина пересекает дорогу по зебре и на разрешающий сигнал светофора. Сразу после публикации этих кадров с сайта патрульных отчет о невиновности полицейских исчезает и вместо него появляется другое сообщение. Полицейские выражают свои соболезнования и желают женщине скорейшего выздоровления. Досудебным расследованием инцидента уже занялась Киевская прокуратура. Сотрудник полиции, находившийся за рулем, совершившего ДТП авто, отстранен от службы, а пострадавшая сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Закон без надежды. В Винницкой области досрочно вышедший на свободу по закону Савченко уголовник совершил двойное убийство. Сможет ли он снова воспользоваться юридической лазейкой и сколько еще осужденных за тяжкие преступления выпустили из тюрьмы? Подробнее о темных делах так называемых досрочников, наши корреспонденты. Это произошло в поселке Лодыжин Винницкой области. На улице было уже темно. 36-летняя Людмила возвращалась со своего огорода, но домой не дошла. Позже ее тело нашли со следами сексуального насилия. До дома я явился вчера после работы в 10 часов. Побувши дома где-то годину, я понял, что что-то случилось, что нужно поехать на лазу. Насильника и убийцу задержали по горячим следам. Им оказался 25-летний мужчина, ранее осужденный на 10 лет по тем же статьям. Изнасилование и убийство. Из них он отсидел только 8 и был досрочно освобожден по закону Савченко. После освобождения работал на местном предприятии по программе социальной реабилитации. Во время следствия выяснили, Людмила не единственная жертва маньяка. Просто в Индии провожал до Кирки и вернулся домой. Я видел, что дырят. Сразу после первого убийства маньяк направился к своей коллеге. Вызвал ее на улицу и стал приставать. Девушка сопротивлялась и это еще больше разозлило насильника. Нашли подозреваемого быстро. Поступил звонок от машиниста одному из локомотивов депо о том, что на проезжей части железной дороги окровавленный бегал молодой человек. Задержанный не отрицал причастен к убийствам. Я не хочу ничего рассказывать. Я не хочу ничего рассказывать. Я имею полное право. Эта людина не просто обервала жизнь молодой, как говорится, а самое лучшее, что детей. Богдан от маленьких, а он мне сказал, папа, а теперь ты нам будешь как папа и мама. Теперь рецидивисту грозит пожизненное. Только в Винницкой области по закону Савченко освобожден 261 человек, из которых 48 отбывали наказание за убийство. 12 из них снова за решеткой. Олег Решетняк, Владимир Миновщиков и Геннадий Потопенок. Подробности. Телеканал Интер. Сегодня боевики обстреляли пешеходный пункт пропуска в станице Луганска и накрыли огнем из минометов блокпост в районе Марьинки. Погибших нет. О том, как украинские пограничники учатся под шквальными обстрелами эвакуировать раненых и как они вычисляют диверсантов, подробнее Ирина Баглай. Это учение. Реконструкция вражеской засады, в которую командир Александр со своим погранотрядом попал в 2014 году. За счастьем. Вышли все целыми. Группа под прикрытием пулемета должна занять позицию. Удалиться как можно дальше от машины. Машина это основная цель. На учениях задачу командира усложнил. Осколочное ранение у одного из бойцов, у медика не более 7 минут на спасение. Владимир демонстрирует свой рюкзак. Собирал, исходя из личного опыта. Вторая задача отряда – выявление диверсантов. В лесистой местности главное не потерять друг друга из виду. И тут успешность операции зависит от слаженности боевой двойки. В случае накраждения мины, я как смотрящий вперед уже уделяю основную задачу мины. То есть я ему подаю сигнал, начинаю заниматься миной. Он в это время, я ему доверяю свою жизнь, потому что он троит сектор. Место тренировок выбрано не случайно. Здесь находился укрепрайон боевиков. Летом 2014-го во время боев погибли армейцы 24-й и 95-й бригад. Ирина Боглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев. Из Донецкой области. Подробности – телеканал «Интер». Операция легализация. Верховный суд США рассматривает законность указа американского президента об отмене депортации миллионов нелегальных мигрантов. По некоторым данным, судьи не на стороне президента. С подробностями наш корреспондент в США Тихон Дзитко. Верховный суд рассматривает дело Соединенные Штаты против Техаса. Речь идет о коллективном иске 26 штатов против указа президента Барака Обамы, который он подписал в 2014-м. Суть документа в том, чтобы остановить депортацию примерно 4 миллионов нелегалов, которые находятся на территории США. Тех, чьи дети родились в Соединенных Штатах и имеют американское гражданство. Преимущественно, это выходцы из Центральной и Южной Америки. Среди европейцев, к примеру, украинцев, среди них немного. С подобным шагом президента не согласились те штаты, которыми руководят республиканцы. Теперь, превысил ли Обама свои полномочия, решает Верховный суд. Сторонники президента в этом вопросе, представители различных организаций в поддержку прав мигрантов, собрались у здания суда. Но, похоже, по информации агентства Reuters, мнения судей разделились поровну. Значит, решение не будет принято, указ отправят на повторное рассмотрение. Проблема нелегальной миграции одна из самых обсуждаемых в Америке в последние месяцы. В частности, в предвыборной кампании. Сегодня, кстати, важные для обеих партий праймерис. В Нью-Йорке и тема миграции там также звучит. Штат большой, и именно в ходе этих праймерис может стать понятным, кто же все-таки станет кандидатом в президент. О, демократов и республиканцев. Пока все пятеро – Хилари Клинтон, Берни Сандерс, Дональд Трамп, Тед Круз и Джон Кейсик – сохраняют шансы. Тихон Зитко, Никита Исаико. Подробности. Американское бюро телеканала «Интер». Коррупция в FIFA – обычное дело. Это откровение бывшего президента, вице-президента Международной федерации футбола Джеффри Уэбба. Чиновник под следствием сознался, что получал откаты и брал взятки. И таким образом обогащался с 2012 по 2014 год. Кроме Уэбба, свою вину признали еще два высокопоставленных функционера FIFA. Они согласились заплатить 37,5 миллионов долларов компенсации. Главная статья доходов коррупционеров – это откаты компании за эксклюзивное право транслировать футбольные матчи. Кто спас утопающего в прямом эфире? Что сыграет за диджейским пультом президент Эстонии во время визита в Финляндию? И кому достанется знаменитый бриллиант Кахенуру с британской короны? Об этом и не только в нашем обзоре. Спасение в прямом эфире в Техасе во время рассказа о наводнении. Корреспондент увидел тонущую машину с водителем. Сначала Стив Кемпин кричал, чтобы пожилой мужчина поскорее покинул салон, а потом сам бросился в воду. Как только водитель был спасен, авто утонуло. В результате наводнения в окрестностях Хьюстона погибли 4 человека. 1200 эвакуированы. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес будет диджем в одном из ночных клубов Хельсинки. 28 апреля он исполнит в обработке любимые рок-хиты. Песни Дэвида Боуи, Бичбойс, Рамонес и Зе Ху. Со слов Ильвеса, именно эти шлягеры он слушал в юности на транзисторном радиоприемнике. Ильвес родился в Стокгольме, а юношеские годы президента Эстонии прошли в США. Многолетний спор о бриллианте Кахенур, похоже, разрешился. Правительство Индии признало, камень не был украден. Его подарил Великобритании Махараджа Ранджит Синг еще в 19 веке. Ранее Индия и Пакистан требовали, чтобы Лондон вернул Кахенур. Бриллиант украшает корону Елизаветы II. Вес камня 105 карат. Это одно из любимых украшений королевы. В России музей-заповедник Выборгский замок в Ленинградской области разместил в сети объявление. Требуется палач. Аккуратный, терпеливый, вежливый, с чувством юмора и сознанием английского. Для работы на интерактивной выставке камера пыток. О зарплате ни слова, но в вакансии указано. Можно реализовать самые сокровенные желания. Запись в трудовой будет соответствующая. Палач. 750 евро штрафа, либо самостоятельно отмывать мостовую от экскрементов. Новые правила выгула собак ввели в Мадриде. Мэр Мануэла Кармена уверена, только так удастся избавиться от уличных нечистот. И предупредила. Особо тщательно полицейские будут следить за выгулом четвероногих в утреннее и вечернее время. Еще жестче станут штрафовать людей, справляющих нужду на улице. 1500 евро. В центре Лондона на Трафальгарской площади установили копию разрушенной в Сирийской Пальмире Триумфальной арки. Уменьшенную реплику создали из египетского брабора с помощью 3D-технологий. Над проектом трудились сотрудники Института цифровой археологии. В Лондоне арка из Пальмиры пробудет три дня. Потом ее повезут в США и Объединенные Арабские Эмираты. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности ЮЭй. Побольше вам хороших новостей. И до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова